Студенты медицинского института СПО отделения «Сестринское дело на базе 9 классов» представляют образовательный проект «Медицина будущего». Предмет «Фармакология для студентов отделения «Сестринское дело на базе 9 классов». Тема «Средства, влияющие на функцию органов пищеварения. Желчегонные, слабительные и антидиарейные средства». Выполнила студентка СПО Медицинского института отделения «Сестринское дело на базе 9 классов» группы 2СД5 Горбоносова-Марина. План урока. Первое. Введение. Второе. Желчегонные средства. Третье. Средства, применяемые при нарушении экскреторной функции поджелудочной железы. Четвертое. Слабительные. Пятое. Антидиарейные средства. Шестое. Контрольные вопросы. Цель урока. Изучить показания и противопоказания к применению. Изучить механизмы действия. И ознакомиться с особенностями действия. Введение. К органам пищеварения относят различные отделы желудочно-кишечного тракта, поджелудочную железу и печень. Классические исследования Павлова показали, что единство всей системы пищеварения обусловлено главным образом регулирующей деятельностью центральной нервной системы. Поэтому нарушения в одном из отделов пищеварительной системы отрицательно сказываются на функции других ее отделов. Этот взгляд является основой рациональной форматерапии заболеваний органов пищеварения. Желчегонные средства. Внешнесекреторная функция печени состоит в непрерывном образовании и выделении желчи в процвет 12-перстной кишки. Часть желчи резервируется в желчном пузыре. И при необходимости, например, при употреблении жирной пищи, выбрасывается в кишечник. Всего за сутки у человека выделяется около 1 литра желчи. Она играет важную роль в переваривании жиров, эмульгирует их и стимулирует перистатику кишечника, способствует всасыванию жирорастворимых витаминов. Образование и выделение желчи может нарушиться при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных протоков. Наиболее частыми причинами, затрудняющими поступление желчи в кишечник, являются воспалительные заболевания желчного пузыря, холецистит, желчных протоков, холонгит, спазмы желчного протока или закупорка его камнем. При этом желчи задерживается в желчном пузыре, печени, всасывается в кровь и возникает желтух. А недостаток желчи в кишечнике приводит к нарушению пищеварения, особенно жиров. При спазмах желчного протока или закупорке его камнем, желчнокаменная болезнь, возникает приступ резкой боли в области правого подреберья, печеночная колика. Назначение желчных средств способствует очищению желчеводелительной системы от слизи, микроорганизмов, камней и т.д. и улучшает пищеварение в кишечнике. По механизму действия желчегонные средства делятся на две группы. Первая группа – средства, усиливающие продукцию желчи, холесекретика, холеретики. Вторая группа – средства, способствующие выведению желчи, хологола. Средства группы холесекретика усиливают продукцию желчи печеночными клетками. К ним относят препараты желчных кислот, кислота догидрохолевая, таблетки, аллахол и холензим, содержащие сухую желчь, растительные препараты, холосаз, кукурузные рыльца, цветы бессмертника и другие. В последнее время в качестве холесекретиков предложены синтетические вещества оксофенамид, циквалон, никодин и другие. Некоторые из них обладают также противовоспалительным и антимикробным действием. Показаниями к применению холеретиков являются хронические воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей, в том числе хронический холецистит и холонгит. Применяют их при дисконезии желчевыводящих путей, при лечении запоров. При необходимости холеретики комбинируют с антибиотиками, анальгетиками и спазмолитиками, с ослабительными средствами. Холеретики противопоказаны при острых гепатите, холонгите, холецистите, панкреатите, ядзвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, при желчнокаменной болезни с закупоркой выводящих протоков, при абтурационной желтухе, а также при дистрофических поражениях паранхима печени. Аллахола. Применяют внутрь после еды по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, в течение 3-4 недель, затем по 1 таблетке 2-3 раза в день, в течение 1-2 месяцев. Курс можно повторять 2-3 раза с перерывом в 3 месяца. Холензим. Применяют внутрь после еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 1-3 раза в сутки. Применяют таблетки нерожевые с большим количеством жидкости. Холосаз. Приготовленный настой 10 г сырья на 200 мл воды. Применяют внутрь по 1-4-1-2 стакана 2 раза в сутки. Детям по 1-8-1-4 стакана на прием. Кукурузные рыльца. Внутрь отвар применяют по 1-3 столовые ложки каждые 3-4 часа. Перед употреблением отвара рекомендуется взболтать. Цветы бессмертника. Настой принимают внутрь в теплом виде. Взрослые и дети с 12 лет по 1-3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 20-25 дней. Перед применением настой рекомендуется взболтать. К группе аллахола относят магния сульфат, М-холиноблокатора и спазмолитики. Магния сульфат 20-30% раствор зазначает внутрь или вводит через дуаденальный зонд непосредственно 12-перстную кишку. При этом происходит рефлекторное сокращение желчного пузыря, расслабление сфинктера ОДИ и желчность пузыря выбрасывается в кишечник. Подобным действием обладают некоторые растительные масла. Оливковые, подсолнечные и специально приготовленные препараты. Энатин, алиметин, хологол и другие. Холекинетики вызывают повышение тонуса желчного пузыря и расслабление сфинктера ОДИ. Поэтому их назначают в основном при гипотонической форме дискинезии желчевыводящих путей. Показаниями к их применению являются Атонии желчного пузыря, застоем желчи при дискинезии, хроническом холецистите, хроническом гепатите, при анацидных и сильных гипоацидных состояниях. Их используют также при проведении дуаденального зондирования. Холекинетики противопоказаны при острых заболеваниях печени, при наличии камней в желчном пузыре, при обострении гипероацидного гастрита и язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Хологол. Внутрь за 30 минут до еды на кусочек сахара по 5-10 капель 3 раза в сутки. При необходимости начинающейся желчной колики доза может быть увеличена до 20 капель на один прием. При дисцептических явлениях препарат можно применять во время или после еды. Магниосульфат. Желчегонные действия оказывают магниосульфат при пероральном приеме. Раствор магниосульфата 20-25% назначает внутренний тащак, а также вводит через зонд. При дуаденальном зондировании. Кроме того, магниосульфат оказывает и холеспазмолитическое действие. При спазмах желчных протоков или их закупорке камнем назначают спазмолитики миотропного действия папавирин, ножпы и другие или холиноблокаторы, атропин, политефилин и другие. Устраняя спазм, они облегчают отток желчи в кишечник. Приступы печёночной колики спазмолитики назначают совместно с анальгетиками морфином, промедолом или амнопоном. Папавирин Ректальным Освободив саппозиторий от контрольной упаковки, его вводят в задний проход. Применяют по одной саппозитории 2-3 раза в день после самопроизвольного опражнения кишечника или очистительной клизмы. Ножпан Внутрь взрослые по 1-2 таблетки на 1 приём 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза 6 таблеток, что соответствует 240 мг. Атеропиносульфат Подкожно, внутримышечно и внутривенно по 0,25-1 мг. 0,25-1 мл раствора. Плотифилин Подкожно. Взрослым детям старше 15 лет вводят по 2-4 мг. 1-2 мл раствора. 1-2 раза в сутки. Высшая доза для взрослых. Разовая 10 мг. Суточная 30 мг. Средства, применяемые при нарушениях экскреатурной функции поджелудочной железы. Для пищеварительной функции тонкого чешечника важное значение имеют ферменты поджелудочной железы. Трепсин, липаза, амилаза и другие. И желчь печени, которые поступают в 12-перстную кишку по специальным протокам. Уместо их впадения в кишку располагается гладкомышечный жжом, сфинктер-оди, регулирующий поступление панкреатического сока и желчь в кишечник. Поэтому действие лекарственных веществ, регулирующих содержание пищеварительных соков в кишечнике, направлено главным образом на секреторную функцию поджелудочной железы и печени. Эти вещества можно разделить на средства, стимулирующие секрецию ферментов, средства заменительной терапии и средства, подавляющие секрецию ферментов или антиферментные препараты. Недостаточная секреция ферментов поджелудочной железы является одним из характерных признаков хронического панкреатита. При этом нарушается пищеварительная функция кишечника. Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. В клинической практике встречают две основные формы заболевания – острый и хронический. Хронический панкреатит встречается часто. По секционным данным от 0,18% до 6% случаев. Однако в клинической практике это заболевание, по-видимому, встречается еще чаще, но не всегда диагностируется. Обычно хронический панкреатит выявляется в среднем и пожилом возрасте, несколько чаще у женщин, чем у мужчин. Хронический панкреатит у детей встречается редко. Различают первичный хронический панкреатит, при котором воспалительный процесс с самого начала локализуется в поджелудочной железе, и так называемый вторичный, или сопутствующий, постепенно развивающийся на фоне других заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, язвенной болезни, кастрита, холецистита и другие. Энтерит Это воспалительное или воспалительное дистрофическое поражение тонкой кишки, приводящее при хроническом течении к атрофии ее слизистой оболочки. В отечественной медицине хронический энтерит выделяет самостоятельную нозологическую форму. За рубежом к хроническому энтериту относят только болезнь крона. Согласно классификации, принятой в 1975 году Фролькесом, хронический энтерит разделяет зависимости от Этиология, преимущественной локализации процесса, морфологических особенностей слизистой оболочки, тяжести клинических проявлений, характера функциональных нарушений. Физиологическим стимулятором секреторной функции поджелудочной железы является соляная кислота. Попадая из желудка в кишечник, она раздражает рецепторы слизистой оболочки 12-перстной кишки, что приводит к рефлекторному усилению секреторной функции поджелудочной железы. Следовательно, при понижении кислотности желудочного сока нарушаются функции не только желудка, но и поджелудочной железы. Поэтому назначение соляной кислоты в таких случаях играет важную роль также для секреторной функции поджелудочной железы. Унешнесекреторная функция поджелудочной железы стимулирует гормоны кишечника, секретин и холецистокинин. Их применяется диагностической целью. В качестве заместительной терапии, при недостаточности секреторной функции поджелудочной железы, назначает ферментный препарат панкреатин, приготовленный из поджелудочной железы убойного скота. Он содержит трипсин и амилазу. Панкреатин принимают внутрь перед едой, запивая водой щелочной реакции, раствор натрия гидрокарбоната или боржомом. Наиболее эффективным средством заместительной терапии является ферментный препарат панзинорм-фортен. Он содержит трипсин, химотрепсин, липазу и амилазу, что обеспечивает хорошую перевариваемость жиров, белков и углеводов. Наличие в препарате экстрактов слизистой оболочки желудка и желчи способствует процессам пищеварения в целом. Показания препарата панкреатин. Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, хронический панкреатит, муковисцидоз и прочие. Хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Состояние после резекции или облучения этих органов, сопровождающиеся нарушениями переваривания пищи, метеоризмом, диареей в составе комбинированной терапии. Улучшение переваривания пищи у пациента с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании, а также при нарушениях жевательной функции при малоподвижном образе жизни. При подготовке к рентгенологическому исследованию и узе органов брюшной полости. Противопоказания. Гиперчувствительность. Острый панкреатит. Обострение хронического панкреатита. Панкреатин. Внутрь, не рожевывая во время или после еды. Взрослым. По 1-3 драже 3 раза в сутки. Детям. По назначению врача. Курс лечения от нескольких дней при нарушении функции пищеварения вследствие погрешностей в диете до нескольких месяцев или лет. Постоянная заместительная терапия. Показания к применению панзинорма форта. Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Хроническо-воспалительные дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешности в диете при нарушении жевательной функции, повреждении зубов и десен, в период привыкания к зубным протезам, малоподвижном образе жизни, подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. Противопоказания Острый панкреатит Обострение хронического панкреатита Детский возраст до 3 лет для данной лекарственной формы Дети с муковидозом в возрасте до 15 лет Повышенная чувствительность к свиному белку или другим компонентам препарата С осторожностью следует назначать препарат при беременности. Пензинорма форта Внутрь, во время еды Таблетки следует принимать целиком, не разжевывая, с достаточным количеством жидкости. Доза и длительность терапии определяются индивидуально в зависимости от возраста и степени недостаточности поджелудочной железы. К комплексным препаратам относят также фистал, трифермент, дегестал, араза и другие. Они содержат основные компоненты поджелудочной железы и желчи. Показания для применения такие же, как и для бандинорма. Фистал, внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Дозначает по 1-2 дрожжи три раза в сутки. Более высокие дозы назначаются только врачом. Дегестал, внутрь, не разжевывая, во время или после еды. Взрослым, по 1-3 дрожжи три раза в сутки. Более высокие дозы назначаются врачом. Детям, по назначению врача. К антиферментным препаратам относят пантрепин, тросилол, контрикал и другие. Их назначают при остром панкреатите для инактивации протеолитических ферментов поджелудочной железы, главным образом трепсина. В нормальных условиях эти ферменты в поджелудочной железе в неактивном состоянии проферменты. Активация их происходит в кишечнике. При остром панкреатите активация ферментов происходит в самой железе. И они, особенно трепсин, начинают разрушать. Переваривать ткань железы. При этом возникают резкие боли в животе и может наступить смерть от острого перитонита, воспаления брюшины. Применение антиферментных препаратов позволило значительно снизить смертность при этом заболевании. Тросилол внутривенно, струйно, в положении лёжа, медленно, с максимальной скоростью 5 мл в минуту, или капельно, кратко или длительно. Слабительные средства Средства, усиливающие двигательную функцию кишечника. Тонус гладких мышц кишечника и его перистатика зависят от активности парасимпатической инактивации. Поэтому при атонии кишечника, например, после хирургических операций, для повышения тонуса гладких мышц кишечника назначают М-холиномеметики и М-Н-холиномеметики, ациклидин или антихолиностеразные препараты, прозерин и другие. Для усиления перистатики кишечника при запорах и быстрейшего удаления из кишечника токсических веществ при отравлениях используют слабительные средства. Действия слабительных средств обусловлены непосредственным раздражением рецепторов слизистой оболочки кишечника, что приводит к рефлекторному усилению его перистатики. По механизму действия слабительные средства существенно различаются между собой. Сливые слабительные это магниосульфат и натриесульфат. Они плохо всасываются в желудочно-кишечном тракте и задерживают всасывание жидкости. Поэтому при назначении достаточной дозы препарата 15-20 грамм в стакане теплой воды объем жидкости в кишечнике увеличивается. Это приводит к разжижению содержимого кишечника, раздражению его рецепторов и релекторному усилению перистатики. Слабительный эффект наступает через 2-4 часа после приема препарата. Касторовое масло при назначении внутрь количества 15-30 грамм вызывает сильный слабительный эффект через 3-6 часов после приема. Слабительное действие возникает потому, что касторовое масло в 12-перстной кишке расщепляется с образованием реценоловой кислоты. Соли реценоловой кислоты раздражают рецепторы слизистой оболочки кишечника и усиливают его перистатику. В отличие от солевых слабительных, касторовое масло не задерживает всасывание веществ, в том числе и ядов слизистой оболочек кишечника. Поэтому при отравлениях, особенно жирорастворимыми ядами, его не назначают. Основными показаниями для назначения касторового масла являются острые запоры, особенно в детской практике. В акушерской практике иногда назначают 40-50 грамм касторового масла для рефлекторной стимуляции родовой деятельности. Растительные слабительные к ним относятся порошок корня ревени, экстракт кувшинки и другие, содержащие антрогликозиды, часто используются при хронических запорах. В отличие от солевых слабительных и масла касторового, они влияют преимущественно на толстый кишечник. Слабительный эффект выражен умеренным, послабляющее действие и проявляется через 8-10 часов после приема препарата. Медленное действие и преимущественное влияние на толстый отдел кишечника объясняется тем, что распад антрогликозидов происходит постепенно и они в большом количестве достигают толстого кишечника. Кроме того, антрогликозиды после всасывания в тонком кишечнике превращаются в организме в М1, который выделяется толстым кишечником и усиливает его перистатику. При хронических запорах этот препарат означает обычно на ночь, в расчете, что эффект проявится только утром. К слабительным действующим на толстый кишечник относятся Синаден, Глексена, Регулакс, Бисокодил, Гуталакс и другие. Некоторые препараты морская капуста, ламинорит, Фарлакс и другие вызывают слабительный эффект за счет увеличения объема кишечного содержимого. Корень ревени При запорах прием ведется внутрь два раза в день утром и вечером по 1-2 грамма за один раз. Дозировка в день не более 5 грамм. В детском возрасте она значительно уменьшается до 2 граммов в сутки. Семена льна Внутрь принимает слизь семян и цельные набухшие в воде семена. При запорах набухшие в воде семена льна по 1-3 чайные ложки запивая водой 2-3 раза в день. Синаде Внутрь обычно 1 раз в сутки вечером перед сном запивая водой или каким-нибудь напитком. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 1 раз в сутки. Детям в возрасте 6-12 лет назначают по 1-2 таблетки 1 раз в день. Регулакс Внутрь тщательно разжевав по возможности вечером перед сном. Взрослым по 1 кубику детям старше 12 лет по 1-4-1-2 кубика в сутки. Доза может быть изменена только по назначению врача. Деятельность применения не более 2 недель. Бесокодил Внутрь вечером перед сном. Взрослым в начальной дозе 5 мг при отсутствии эффекта 10-15 мг детям старше 6 лет 5 мг вечером. Гуталакс Внутрь Для получения слабительного эффекта в утренние часы следует принимать препарат накануне на ночь. Рекомендуется следующий режим дозирования. Взрослым и детям старше 10 лет 10-20 капель в сутки 5-10 мг в сутки. Форлакс Внутрь 1-2 пакета предпочтительно в виде однократного применения по утрам или по одному пакету утром и вечером в случае приема 2 пакетов в день. Синтетические вещества Фенолфтелин и изофенин по характеру услабительного действия имеют сходство с антрогликозидами и используется при хроническом запоре. Вазелиновое масло Принятое внутрь вазелиновое масло не всасывается и размягчает каловые массы, что способствует их продвижению. Зазначает по 1-2 столовые ложки при хроническом запоре. К слабодействующим средствам относятся также лактулоза и сербитол. Антидиарийные средства К антидиарийным средствам относят препараты, влияющие на кишечную моторику, химизм и микробный состав кишечного содержимого. Для воздействия на кишечную моторику при диарее применяют лампирамид и модиум. Иным, но достаточно выраженным антидиарийным действием наделен кальций и карбонат. Его эффект основывается на отсорции раздражающих кишечную слизистой субстанцией и способности связывать органические кислоты и вызывать загущение стула. То есть он вызывает положительные сдвиги в химизме внутрикишечной среды. Большим его достоинством является доступность и безвредность. Показания препарата иммодиум экспресс симптоматическое лечение острой и хронической диареи аллергического эмоционального лекарственного лучевого генеза при изменении режима питания и качественного состава еды при нарушении метаболизма и всасывания в качестве вспомогательного лекарственного средства при диарее инфекционного генеза с целью регуляции стула у больных с илиостомой. Противопоказания кишечная непроходимость запор вздутие живота субилиус острые дизентерии в качестве монотерапии острый язвенный колит псевдомимромозный колит возникающий вследствие применения антибиотиков широкого спектра действий детский возраст до 4 лет первый триместр беременности повышенная чувствительность к лапирамиду и модем экспресс при острой диарее начальная доза составляет 2 таблетки 4 мг для взрослых и 1 таблетка 2 мг для детей далее по 1 таблетке 2 мг после каждого акта дефекции в случае жидкого стула хроническая диарея начальная доза 2 таблетки 4 мг в сутки для взрослых и 1 таблетка 2 мг для детей смектом внутрь дозу и схему применения определяет индивидуально в зависимости от положения и возраста пациента плоды черемухи применяют в теплом виде по 1 четвертой стакана 2-4 раза в день за 30 минут до еды перед употреблением настой рекомендуется взболтать активированный уголь внутрь за 1-2 часа до или после еды и приема других лекарственных средств средняя доза 1,1-2 грамм на килограмм в сутки в 3 приема длительность лечения 3-14 дней при необходимости возможен повторный курс через 2 недели при дисципсии метеоризме по 1-2 грамма 3-4 раза в сутки курс лечения 3-7 дней контрольные вопросы 1 на какие группы по механизму действия делятся желчегонные средства 2-й перечислите средства усиливающие продукцию желчи 3-й перечислите средства способствующие выведению желчи 4-й какие гормоны стимулируют внешнесекреторную функцию поджелудочной железы 5-й перечислите противопоказания для препарата панкреатина 6-й перечислите комплексные препараты 7-й что назначают для повышения тонуса гладких мышц кишечника 8-й механизмы действия касторового масла 9-й перечислите показания для препарата имодиум экспресс 10-й перечислите антидиарийные средства список использованной литературы спасибо за внимание издания кишечника 100-й камень eme 100-й 200-й 200-й